Добрый вечер. В эфире телеканала Видное ТВ передача «Разговор с депутатом». Сегодня у нас в гостях Олег Федоров, депутат Совета депутатов Ленинского городского округа по избирательному округу номер 21. Здравствуйте, Олег Александрович. Добрый вечер. Добрый вечер, Наталья. Добрый вечер, уважаемые телезрители. Давайте начнем наш разговор. Вначале немного вашей биографии. Вы три раза избирались депутатом. Почему пошли депутаты? На самом деле я уже более 20 лет занимаюсь журналистикой. На мой взгляд, эти две профессии, если можно так сказать, или два этих направления в жизни, они в чем-то похожи. Потому что куда обращаются люди, когда просят в чем-то помочь? Это, конечно, телевидение, газету обращаются в средства массовой информации. И примерно по такому же пути люди обращаются к своему депутату помочь в тех или иных вопросах. Поэтому, можно сказать, в моем лице получилось такое направление, да, целых два направления, когда действительно у меня, если есть возможность, помогать людям и как журналист, и, соответственно, как депутат. Замечательно. Давайте обозначим ваш участок. Избирательный округ у меня на протяжении всех этих трех выборных кампаний, он примерно один и тот же. Это Жуковский проезд, это проспект Ленинского комсомола, нечетная, скажем, сторона. И вот это, скажем так, моя территория, где я, можно сказать, тружусь с депутатом. Так, ну и на протяжении вот этого, на протяжении трех лет, можете рассказать, ну, так подвести итог уже вашей работы? Что было сделано вообще, какие проблемные дома? С какими чаще всего вопросами обращаются жители? Ну, какой-то, конечно, предварительный итог можно подвести, потому что, действительно, за эти семь лет, которые, да, я являюсь депутатом, действительно очень много было сделано. Я, например, могу сказать, причем без ложной скромности, ни одного года не было, чтобы на территории моего избирательного округа что-то не было сделано или что-то не произошло. Это и благоустройство территории, это ремонт подъездов, это и замена лифтов, соответственно, пешеходные дорожки, дорожная разметка. Ну, то есть, все, что жители, да, просят, чтобы это было либо хорошего качества, либо это сделать дополнительно что-то и так далее. То есть, можно смело сказать, что вот тут поступательный момент, да, когда территория к территории, к территории, к следующий, к следующий, к следующий. И можно сказать, что, на мой взгляд, и Жуковский, и проспект Ленинского комсомола преображаются, и уверен, что жители это замечают. Скажите, ну вот в начале своего такого депутатского пути вы с какими проблемами столкнулись? Вы знаете, сейчас все-таки немножко поменялась, поменялась история, потому что раньше у жителей были запросы, такие в большей степени бытового характера, да. У кого-то, я не знаю, доводчик в подъезде не работает, зимой дверь плохо закрывается, прохладно и так далее. Где-то, где-то, ну, не успели, может быть, сделать пешеходную дорожку, да, потому что народная тропа, ее никто никогда не отменял, и, ну, людям удобно ходить, да, например, от точки А в точку Б по какому-то определенному маршруту. И вот начиналось, в принципе, именно с этого, да, это как раз, как сейчас помню, это ПЛК-19, корпус-1 и корпус-2, там были свои, что называется, тропы, там разбили сквер, поменяли асфальт. И потом пошло, пошло, и каждый год, каждый год реализовывается где-то на какой-то территории, я помню, ПЛК-15, тогда этот дом был в моем избирательном округе, действительно стояло, представляете, старое, еще, по-моему, времен постройки этого дома, старая мусорно-контейнерная площадка. Она еще была сделана из кирпича, который весь, от осадков, не знаю, разрушился, уже перекошенные стояли стены этого, да, этой контейнерной площадки, действительно, она требовала ремонта. И, то есть, вот такие моменты, да, вот, наверное, с этого начинали, а сейчас, сейчас, когда уже, в общем-то, можно говорить о том, что в направлении благоустройства, в направлении комфортного проживания для жителей набирает обороты, уже другие стандарты, другие требования, и жители, конечно, хотят уже все больше, 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 это отрадно, уже можно сказать абсолютно точно, что если раньше можно было обойтись, что называется, каким-то ямочным ремонтом, да, заплаточку поставить и так далее, нет, сейчас немножко другая история, сейчас, если уж делается что-то, то меняется все и кардинально. Так, ну вот и глобально, да, сейчас в городе проходит ремонт дороги, да, круговое движение на проспекте Ленинского комсомола, ну, то есть, вас же как-то это касается, получается, здесь Жуковский проезд, то есть жители наверняка там спрашивают, жалуются, какие-то неудобства, да? Более того, действительно, ведь о том, что будет, да, круговое движение изменено на проспекте Ленинского комсомола, об этом говорили не один, и не два, и не три даже года. И не буду скрывать, да, я своим избирателям говорил, да, скоро будет по-другому движение, да, ну, если кто, может быть, не знает из телезрителей, скажу о том, что с Советской, да, улицы, если поворачивать на ПЛК, будет дополнительный ряд. Если едешь по ПЛК и поворачиваешь на Березовую, там будет дополнительный ряд. Если едешь с проспекта и поворачиваешь на Советскую, там будет дополнительный ряд. Я, да, то же самое говорил, говорил, и жители об этом просили действительно изменить там движение, потому что бывает и днем, и ночью, да, к сожалению, там есть доторы. Может быть, не так они связаны стопроцентно, да, соответственно, с развитием новых микрорайонов. Все ждут выезда из шестого микрорайона, и слава богу, по крайней мере, в этом направлении уже ведут, ведется, ну, практически уже окончательные, да, работы. И я уверен, что проспект Ленинского комсомола и с выездом из шестого микрорайона, и с реконструкцией вот этой вот кругового движения ПЛК «Советская Березовая», все-таки нам удастся хотя бы немножко разгрузить город. Поэтому отрадно, отрадно, что работы уже начались. По крайней мере, подрядчик обещает, что до 31 декабря работы закончатся. Ну, а сейчас уже на какой стадии? Сейчас происходило обследование, потому что понятно, что это центр города, понятно, что это очень много коммуникаций, да, очень много сетей газовых, электрических. Это опоры, троллейбусные опоры, да, контактные линии и так далее. Все это, естественно, должно было пройти экспертизы, проекты, да. Сейчас буквально на этой неделе уже точно, да, определялось и с газовой трубой, чтобы, естественно, да, не было, не дай бог, какого несчастного случая и так далее. Вот, уже сняли асфальт, да, именно вот до светофора, который у нас поворачивает, соответственно, люди поворачивают на Жуковский проезд. И, соответственно, вот до, вот этот вот пятачок, да, кругового движения на ПЛК. И уже совсем скоро, совсем скоро, вот прямо уже начнутся конкретно земляные работы. Поэтому, ну, хотелось бы обратиться к нашим телезрителям, тем, кто живет неподалеку, а может быть, ну, не обязательно, кто проезжает в утренние или вечерние часы. И, да, действительно, даже не скорее всего, а будут затруднены движения, будут пробки. Поэтому, ну, потерпите. Давайте мы все-таки, наверное, очень долго ждали эту реконструкцию, чтобы, ну, уж давайте вот эти два месяца мы потерпим, да. Тяжело будет, не сомневаюсь. Но зато потом будет легче. Спасибо. Так, вот такая, хотелось разобраться в такой теме, губернаторские программы. Вообще, что это такое? Можете рассказать поподробнее? Вот это взаимодействие с жителями, да, программа, да, «Мой подъезд», «Безопасный регион», «Благоустройство», «Капитальный ремонт». То есть, как это вообще все происходит? На самом деле, это очень большое дело. Вот большое дело. И можно абсолютно точно сказать, что все эти губернаторские программы, они реально работают. Они реально работают. Потому что по программе, вот, например, «Мой подъезд», да, только в этом году, только в этом году у меня на избирательном округе было отремонтировано три дома. Это очень хороший результат, потому что, ну, все прекрасно понимаем, что сколько у нас домов, да. Наверное, не каждый сможет попасть в эту программу. Либо жители не так активны, которые хотели бы что-то изменить в своем доме, да. Либо нет старшего по дому, либо нет совета дома, которые, ну, либо ко мне напрямую обращаются, либо в исполнительную власть обращаются для того, чтобы включить их подъезд, их дом, соответственно, в эти программы. Это что касается «Мой подъезд», например, да. У нас есть замечательная губернаторская программа «Безопасный регион», когда устанавливают камеры, да, на подъездах, на спортивных, на детских, на игровых площадках. И помимо того, что «Безопасный регион» как таковой, мы понимаем, что это, прежде всего, безопасность, да, и не зря статистика говорит о том, что по камерам видеонаблюдения раскрываемость тех или иных преступлений, она просто увеличилась не просто там в какой-то, да, кали, а просто в разы увеличилась раскрываемость преступлений. Поэтому, действительно, это очень хорошее, благое дело, и тоже могу, ну, пускай я скажу это слово, похвастаться, что практически на каждом доме, на каждом объекте, будь то спортивная или горовая какая-то площадка, детская площадка, установлены камеры видеонаблюдения. Ну, а благоустройство, благоустройство, я вот вспоминаю, да, у нас, ну, несколько лет назад началось благоустройство, это и ПЛК-17, и ПЛК-19, когда мы сделали замечательный сквер, посадили там кустики, деревья посадили. Можно вспомнить и Жуковский-4, ПЛК-5, ПЛК-11, и ПЛК-19, то есть ни одна дворовая территория за эти годы не осталась сиротой, и туда приходили работы, благоустраивали. А что такое благоустройство? Это же не только, да, там, не знаю, посеяли травку и, говорится, всем спасибо. Это определенный комплекс, когда на благоустраиваемой территории, да, устанавливают детские обязательно площадки, спортивные площадки, да, пешеходные дорожки. То есть есть определенные виды работ, которые обязательно входят в программу благоустройства. То есть обязательно должно быть в каждом дворе? В каждом дворе, да. Ну, а по времени сколько вообще занимает, чтобы выполнить эту программу? Вот вы говорили, что, например, подъезд, вот сколько это по времени? То есть жители обращались, да, писали? Да, жители обращались, писали. Голосовали, да, так я прямо на портале, или где это нужно? Это тоже своя история, да, на портале Добродел жители голосуют, и, соответственно, те, кто набирал больше голосов, да, они, соответственно, побеждали, входили в эту же программу. Либо это, как я говорил уже по программе «Мой подъезд», да, жители писали, они принимали решения, мы входим в эту программу, потому что там же происходит софинансирование, да, то есть там львиная, скажем так, доля – это бюджет Московской области, это бюджет городского округа, и небольшая часть, да, это бюджет самого дома, самих же жителей. И вот жители, когда они голосуют, что да, мы своими деньгами входим в эту программу решения собственников жилья, и все, остается, что называется, делом техники постараться депутатов включить тот или иной дом в эту программу, и чтобы ее не просто включили, не просто сделали, а чтобы ее качественно сделали. Вот это, кстати говоря, тоже один из моментов, потому что, чего тут скрывать, многие жители жаловались на качество выполняемых работ, но вот по своей территории, по своему избирательному округу могу сказать, что подрядная организация, которая выходила на эти работы, и огромное спасибо могу озвучить Денис Шалаев, который вот работал по этой программе у меня в домах, выполнил качественно, в срок, за что не только от меня, но и от всех жителей большая-большая благодарность. Вот я знаю, что мы снимали сюжет, наша съемочная группа, по Жуковскому дом-1, да, то есть такой проблемный дом, и, как говорили жители, капитальный ремонт не проводился за все существование, то есть ему почти 40 лет, по-моему, дома. Вот. И по программе капитальный ремонт они вообще проходят, то есть, насколько мне известно, что они 2033 год стоят. Да, да. Ну, к сожалению, вот, к сожалению, порой не всегда получается, да, вот, захотел и получилось. Действительно, они стояли в планах капитального ремонта на 2033 год, и я очень хочу сказать теплые, благодарственные слова. Уверен, что и жители этого дома скажут такие же слова, старший по дому, активу этого дома, о том, что они все-таки добиваются того, чтобы их дом, действительно, обратили на него внимание и сделали, да. И могу сказать, что уже есть хорошие новости, да, потому что вы снимали... Да, ремонт кровли проводился, да. Уже начался ремонт кровли, потому что, действительно, на протяжении пару лет точно жители обращались и ко мне, и в управляющей компании о том, чтобы протекает крыша, естественно, это грибок, естественно, это плесень, это, ну, конечно, это дискомфорт для проживания жителей, вот, обращались. И, вот, мне очень отрадно, что на этот год, в прошлом еще году, на этот год включили в программу капитального ремонта именно крышу по Жуковскому, Жуковский проезд, дом 1, и уже сейчас, буквально я, когда вчера, по-моему, общаясь с жителями, они уже три подъезда уже сделали, да. Ну, имеется в виду подъезд на крыше, да, не там, подъездным, если измерять. Остался буквально там один подъезд делать, они просто, причем не просто, да, раскатали рубероид там, его разложили и все. Нет, абсолютно полностью утепление крыши. Это и цементная стяжка, это и утепление различными утеплителями, да, потом, естественно, гидроизоляция. Ну, то есть, там будет все на высшем уровне, уверен, что крыша еще долго прослужит. Вот, ну, и плюс еще, конечно, жители обращались по поводу утепления, утепления своего дома. Торцевые, торцевые, жители, у которых квартира выходит, да, в торец, промерзали, потому что дома около 40 лет. И, конечно, те швы, а эти дома панельные, те швы, которые, да, между панелями, там уже не осталось, наверное, ничего, там пустоты. И жители обращались, и я очень надеюсь, в этом году, по крайней мере, торцевую, да, две торцевые стороны этого дома утеплят, и жителям действительно будет теплее. Потому что, говорили, чуть ли не вода замерзает, в стакане вот нальешь, говорит, воду поставишь, и вода просто в стакане может замерзнуть. Вот такая вот история. Поэтому, да, да. Еще, да, житель по такой теме, перебой холодной воды. Да. Проблема была, вот, мы как разозвучивали эту тему. Да, да, на этой встрече приезжал и депутат Московской областной думы Лепатов Юрий Александрович, вот, и мы встречались с жителями. Действительно, они рассказали о том, что есть проблемы с холодным водоснабжением. Либо это происходит по ночам, либо это происходит, да, рано утром. Обратились в управляющую компанию ЖКХ, провели осмотр, провели диагностику и выявили о том, что нет насоса, который действительно прокачивал бы, да, скажем так, этот дом. Старое оборудование. И надо дать должное управляющей компании, которые прям, ну, не знаю, по-моему, за неделю, да, закупили данный насос, установили его. И, ну, я присутствую в чате этого дома, да, то есть взаимодействие у меня полный, полный контакт, что называется, установили. И сейчас вроде бы проблемы с этим решили, проблем вот решили, проблем с этим нет. Замечательно. И за этим домом как раз, да, находится сквер Сосинки. Да. Вот там же проходит очень много мероприятий, да, проводили, ну, сейчас нет, понятно, но вообще кто, как организовывались вообще, что с этим сквером? Сквер Сосинки – это место очень любимое, оно очень популярное, оно, во-первых, разноплановое. Там можно просто погулять среди сосен, да, поэтому парк Сосинки, можно просто погулять, можно с детишками, да, это детская площадка. Вот, ну, уже, наверное, протяжении, ну, два или три года точно, два точно, я встречаюсь с жителями, мы попросили одну проектную организацию, они разработали концепцию данного сквера. Как сделать так, чтобы действительно всем, и пенсионерам поставить лавочек, чтобы они могли там в тени сосен посидеть, детишки, чтобы могли где-то порезвиться, побегать, поиграть. Более, может быть, старшие поколения, они могли бы заняться какими-то спортивными упражнениями. Это и зона воркаута, это и зона тренажеров, то есть, как это все разместить, как это все сделать, поставить перго, может быть. Ну, и, конечно же, сцену, установить сцену, которая, мне кажется, очень пригодится в этом сквере, потому что действительно очень много мероприятий проходит, да, в сквере Сосинки. То есть, все было разработано, неоднократно встречались с жителями, они вносят свои предложения, да, проектировщики вносят свои предложения. И вот такой симбиоз, когда получается, когда он получается творческий, когда он получается деловой, то получается очень красиво, интересно. А по поводу мероприятий, конечно, все, кто живет где-то рядышком, поблизости, знают, что и масленицы проводятся, и сжигаем чучело там, и, естественно, блины, и чай, и какая-то развлекательная программа. И Новый год, естественно, это Дед Мороз, и Снегурочки, и все, что с этим связано. На 8 марта, да, какие-то детские программы проходят. Каждой девушке, женщине, которая приходит с детишками на этот праздник, вручаю по цветочкам, что называется, цветы, да. Ну, то есть, можно сказать, игровые программы, да, у нас во дворе, я думаю, каждый житель Ленинского городского округа знает и клоуна Алекса, который проводит там замечательные детские программы и у нас во дворе, и просто организовывает какие-то мероприятия. И хочется сказать огромное спасибо МБУ «Энергия» Елене Владимировне Забираловой, которые вот просто помогают, помогают и еще раз помогают, чтобы вот у нас детишки занимались, и какие-то мастер-классы там проводим, и танцевальные какие-то мероприятия. Поэтому вот они и дальше будут продолжаться, насколько позволит обстановка. Олег Александрович, вот сейчас про, хотя три минуты осталось у нас буквально, и вот такую тему затронем, встречи вообще с населением. Как проходят депутатские приемы? И я слышала, что вы сейчас чаще выезжаете именно на территорию. Да, вы знаете, меня немножко, немножко мне уже, наверное, это пришло с депутатским опытом, мне немножко не понравилась история, что когда кандидат приходит, выдвигает свою кандидатуру, и он приходит к жителям. Вот, товарищи мои хорошие, изберите меня депутатом, изберите меня депутатом, я буду вам помогать и все остальное. Как только человек избирается депутатом, все, уже жители начинают приходить, просить, да, рассказывать о тех, не знаю, вопросах, проблемах или радостях, это тоже бывает. Вот, поэтому я решил так немножко изменить, может быть, я не новатор в этой истории, потому что я знаю, что и депутаты разных уровней, и Государственной Думы, и Областной Думы, они также, в общем-то, приезжают в дворы, приезжают, да, на территории, и уже непосредственно там встречаются с жителями. Поэтому, да, я принял решение, что помимо своих депутатских, да, приемных дней, а это обязанность любого депутата принимать жителей, не реже одного раза в месяц, я прямо на территории выхожу, а не в кабинете сижу, что называется, и принимаю. Нет, ближе к народу и только в народ. Ну и всегда на связи, вот старшие по дому, актив дома, они... Это постоянно, постоянно. Знаю всех и старших по дому, и актив дома, и у каждого жителя, если мой личный телефон, не скрываю, в любое время, как говорится, мне звонят, мы обсуждаем какие-то моменты, потому что, конечно, они ближе, да, они, каждый из них знает, что у них происходит в доме, в подъезде, что у них происходит рядом на территории, поэтому всегда в полном контакте и уверен, что ко мне можно обратиться не только даже как по каким-то общественным, по деловым, по, да, территории, но и просто порой обращаются по абсолютно, абсолютно личным просьбам. Спасибо большое, Олег Александрович, что пришли сегодня к нам в студию. Небольшое обращение к жителям. Да, я попросил вас перед эфиром, мне буквально несколько секунд. Я хочу обратиться ко всем жителям, что, да, сейчас трудные времена и в России, да и во всем мире с пандемией коронавируса, поэтому хочу обратиться к вам, берегите себя, берегите своих близких, не болейте. И будьте здоровы, и нас ждет впереди еще много-много дел. Не болейте. Спасибо большое. Я напоминаю, у нас в студии был депутат Совета депутатов Олег Федоров. Всего доброго и до свидания. Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»! Продолжение следует...